Кто производители, кто покупатели. И всегда на основе нейтрологического запроса можно убедиться, например, в истинности данных, найти парадоксы этих данных и знаниях, и как раз обеспечить интеграцию разных информационных систем и прекрасную стыковку любого нового оборудования для нефтепереработки с любым другим оборудованием. Понятно, что никакой нейросетью сейчас, в текущем этапе развития, это сделать нельзя. То есть это только базы знаний, только как раз запросы видеоблогик различных, и там никакой проблемы, чтобы убить какой-то кусочек времени, нет. Ну так это получается та же самая база данных, с которой мы начинали, с которой мы начинали наши... К сожалению, базы данных очень плохо обычно с созданиями, и там как раз мы не можем сразу проверить, что, например, удаление или внесение данных не приводит к каким-нибудь большим парадоксам. Именно на уровне управления данными мы это проверяем. То есть такая умная база данных получается, да? Да, очень умная. Интересно. А значит, соответственно, можно ли надеяться на то, что потом эта умная база данных будет работать вместе с нейронной сетью, и нейронная сеть будет как-то на нее опираться? Можно. Это сейчас основное направление развития конвергенции, как говорят, трудословно же еще от модели метода статистического вышивания в течение длинных стыков. Когда мы одновременно, в общем, компьютер прекрасно общаться с человеком и с другим компьютером, и объяснять все, что он делает, причем стерминировать. Так что нельзя это по-другому не принять. Добрый день. Да, да, да. Стою, жду. Да, да, да. Стою, жду. Давайте вернемся через некоторое время к эфиру. У нас сейчас будет небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Алексей Андреевич Незанов с нами в гостях. Говорим о искусном интеллекте и что нас ждет в будущем. Вернемся к вам через буквально несколько минут. На Крымскую? Да, да, да. Да, три года назад начиналась моя программа «Вот это любить нельзя воспитывать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова